Привет, как дела? Сегодня хочу вам рассказать о том, как, будучи в Лондоне или где-то в Великобритании, можно увидеть Кейт Миддлтон, Меган Маркл или Королеву. За 8 лет моей репортерской жизни я уже привыкла наблюдать и видеть некие детали, которые дают мне четкое представление о том, что происходит вокруг, если что-то происходит. Если летают вертолеты по городу очень долго над одним местом, значит, там случилась какая-то беда, какой-то крайм, преступление, или кого-то ищут, или что-то, ну, в общем, что-то происходит из такого, не очень хорошего. Если едут полицейские, окружая какую-либо машину, это кортеж или королевы королевских персон Кейт Миддлтон или Меган Маркл, или премьер-министра, или еще неких чиновников, которые охраняют этот кортеж. В основном для королевских персон и для премьер-министров это 6-8 полицейских на мотоциклах. Несколько из них едут впереди кортежа, останавливая весь трафик впереди, чтобы королевские персоны могли проехать без ожидания на светофорах или на пешеходных переходах. Абсолютно все полицейские останавливают пешеходов на пешеходном переходе, машины, которые должны, в принципе, ехать на зеленый, но они просят их остановиться, чтобы дать дорогу этим важным персонам. Первый раз абсолютно случайно вот так вот я напала на историю с королевой. Я ехала в гайд-парк на автобусе на втором этаже, спокойно рассматривала людей, я выехала с Биг Бена, ехала через Уайт Холл, и мы остановились на светофоре напротив Хорсгардс, где королевские гвардейцы на лошадях обычно стоят, развлекают как бы туристов, то есть они охраняют это помещение. Там находится какое-то военное такое помещение на другой стороне, как раз плацдарм, где королева принимает парад в июне. И я вижу, просто смотрю, рассматриваю людей, мне всегда интересно рассматривать людей, пока я еду куда-нибудь на автобусе. Я, кстати, очень люблю ездить на автобусах, об этом я расскажу чуть-чуть попозже. И я рассматриваю и смотрю, один оператор с огромной такой камерой стоит, думаю, так, это к чему-то, что-то сейчас будет происходить, какое-то мероприятие или событие, а так как мне делать было нечего, я никуда не спешила, у меня не было никаких занятий, уроков или каких-то назначенных встреч. Я нажала на кнопочку, чтобы выйти из автобуса и посмотреть, что же там будет происходить. Спустилась на первый этаж автобуса и в заднее окно уже смотрю, приехали полицейские, остановили абсолютно весь трафик и заезжает какая-то машина. Я там что-то сквозь капли грязи от дождя успел фотографировать, но никого не увидела, кто же там был. А люди в автобусе зашептали, королева, королева. Так я думаю, блин, королева. А мы встали на светофоре, и он нас не выпускал, и мы не ехали. И, в общем, так долго тянулось это время, я хотела все это посмотреть. И тут парень увидел все это, что я с камерой уже стою на готове, говорит, ты упустила свой момент, ты должна быть сейчас там, вне автобуса. Я говорю, ну, я постараюсь прийти и посмотреть хоть, что там происходит, и, ну, как бы, ухватить удачу за хвост. Такой, ну, удачи. И после того, как светофор наш включился, мы еще долго-долго ехали, и он высадил аж нас на Трафальгарской площади. Мне пришлось бегом бежать на то место, как бы я видела, что там оркестр кого-то встречал, то есть они уже отыграли что-то, и люди стояли, смотрели долго-долго. Потом, как бы, люди стали расходиться, а я смотрю, оркестр не расходится, значит, он еще что-то будет играть для кого-то. И думаю, ладно, хорошо, я постою, время есть. Минут через 10 вышла королева, и они стали играть для нее какую-то музыку, ну, какое-то что-то традиционное. Я не знаю, что там происходило. В те дни она принимала турецкого президента с его женой. Повсюду на Демол были турецко-британские флаги, это, кстати, одна из традиций, тоже попозже расскажу. Потом я, как бы, заслала все, что я сняла в свое агентство, и мне надо было найти информацию, чтобы описать, что я сфотографировала. В итоге оказалось, что она наградила принца Филиппа почетным званием адмирала наградой, какой-то орден он получил. Я точно сейчас не помню, мне надо найти это и опять загрузить, потому что весь мой архив пропал в моем предыдущем агентстве. И опять загрузить, и, может быть, это продастся, потому что одна я снимала из репортеров все это событие. И, кстати, получилось очень даже неплохо. Вот, посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Королева такая спокойная стоит, сумочку свою держит. Свой клальчик слушает оркестр. И, как бы, ну, это надо, это по протоколу, это так должно быть. Ну, в общем, так как я стала уже более-менее профессиональным репортером, я уже знала, на какие события я могу прийти, где я могу увидеть Кейт Миддлтон и королеву, и королеву я стала ходить туда, куда я знаю. И так как всегда на таких мероприятиях ожидаешь прибытия королевских персон, ты видишь, что происходит с секьюрити. Во-первых, полностью обследуют все с собаками. Проходят мимо толпы с собаками, которые что-то ищут. То ли наркотики, то ли взрывчатки. Скорее всего, на таких мероприятиях взрывчатки, наркотики. В других местах, кстати, тоже меня один раз обнюхивала собачка у станции метро. А также ножи. Ножи — это отдельная тема, я про нее буду рассказывать. Очень много поножовщины в Лондоне, особенно стало в последнее время. И вот когда ты смотришь на то, как секьюрити готовится к приезду королевских персон, ты понимаешь, что это что-то будет здесь. Если я вижу, что проезжает шесть мотоциклов вместе, они так по двое едут и просматривают территорию. Это значит, они смотрят, куда приедет машина. Кейт Миттлтон, Гарри, или Уильяма, или Королевы. А потом еще и Меган Маркл встал, она только два года назад появилась, поэтому про нее я пока не рассказываю. Ты видишь примерно, куда может встать эта машина. То есть надо ловить вот такие детальки, откуда ты можешь снимать, словить хорошие кадры. Опять же таки, профессиональные фотографы, которые снимают для крупнейших агентств или для каких-то журналов, они уже аккредитованы, они уже стоят там, где будут проходить эти персоны. А обычные фрилансеры или обычная толпа может стоять без проблем. Это когда Трамп приезжал, там всех абсолютно выгнали. Не увидеть, не услышать. А вот королевских персон спокойно публика может увидеть. Ну и вот так вот они, значит, проезжают сначала полицейские где-то за час до мероприятия, до того, как должны приехать эти королевские персоны. Просматривают всю территорию, где, что, как. И потом уже вместе с королевскими персонами приезжают. Они едут впереди, потом едут такой кортеж из двух-трех машин. В какой именно машине сидит Кейт Миттлтон или королева, практически никогда не знаешь. Поэтому хватайте камеры, доставайте камеры и пытайтесь что-нибудь заснять. А лучше, потому что не видно ничего на камерах будет, и вы сами все пропустите, лучше просто посмотрите, кто там внутри едет. Иногда это бывает очень интересно. Один раз я поймала, когда Кейт с Вильямом ехали на летнюю вечеринку в Букингемский дворец. Так как я живу рядом с Кенсингтоном, я откуда-то возвращалась домой и абсолютно случайно увидела, что едет на меня кортеж полицейских. Они свистят свои свисточки и останавливают абсолютно всех пешеходов. И меня как раз остановили. Я тут камеру достала, камера всегда со мной, и решила снять это на видео. На видео сняла, но сквозь стекла не видно. Видно было, что это была Кейт, потому что силуэт увидела. Но это так быстро походит, потому что трафик абсолютно остановлен, и они едут очень быстро. А вот королева обычно ездит в незатонированных стеклах. Ее всегда видно, она всегда достойно сидит. И, в общем, супер бабушка. Я ее очень люблю. Она очень красиво всегда выглядит. И чувствуется величие. Вот реально величие английское, британское величие этой королевы. Однажды, вот совсем недавно, в этом году, я снимала у Вестминистерского аббатства, когда Кейт и Гарри приехали на Анзак Дэй, на церковную службу, на сервис. И так как они опоздали, как они зашли в Вестминистерское аббатство, я не увидела. А вот когда они выходили, буквально через час они выходят уже после службы. И они, когда выходили, трафик почему-то не останавливают в момент, когда они приезжают в Вестминистерское аббатство. И проезжал грузовик, мимо проезжал, конечно, водитель смотрел, что там происходит. Как бы ворота уже открыли, полицейский уже практически выехал. И этот грузовик, Royal Mail, по-моему, застрял, остановился и заглох. И этот заводит, заводит водитель. И не может завести грузовик. Королевским персонам уже выходить на дороге препятствие. То есть, кортеж не может проехать, а это угроза. Поэтому секьюрити сказали Кейт и Гарри оставаться в Вестминистерском аббатстве. И они минут пять ждали, пока полицейские задом кое-как отогнали, отвезли этот грузовик немножечко с дороги срулил он. Конечно, я теперь понимаю, как делаются новости, как продаются такие слухи и склоки. Я отправила два файла отдельно. Так, как застрял грузовик. И так, как выходили после этого Кейт вместе с Гарри. Они там еще что-то улыбались, смеялись. Такие довольные были почему-то. Мое агентство взяло и вместе скомпоновало эти два ролика и написали Royal Face. Королевский конфуз. Думаю, блин, ну это же не совсем так. Просто они спокойно подождали, вышли и уехали. Может быть, они имели в виду Королевский конфуз, потому что Royal Mail была, то есть Королевская почта. В общем, непонятно. Но, в принципе, да, ролик продался там в пару изданий. Я так понимаю, что агентством СМИ лишь бы продать, потому что, ну, они этим зарабатывают, конечно. Ну и мне же какая-то денежка перепадает. Но, конечно, все эти сплетни, которые ходят вокруг Мэган и Кейт, я считаю, вот сколько я их видела, ничего такого противоестественного. Абсолютно открытые две девушки всегда улыбаются, всегда достойно выглядят, всегда красиво одеты и ухожены. И все, абсолютно все, спокойно общаются с публикой. Это вызывает уважение, это вызывает восхищение. Ну и, конечно же, все наряды, все прически, все драгоценности, это, конечно же, привлекает внимание как женской половине, так и мужской. О том, на какие мероприятия можно сходить, спокойно увидеть этих принцесс. Абсолютно весь мир интересуется двумя принцессами. Это Кейт Миндлтон и Мэган Маркл. Ну а также и королеву. Конечно, абсолютно все знают королеву, абсолютно все хотят ее хоть раз в жизни увидеть. Об этом я буду рассказывать в своих следующих роликах, где я была и что снимала, и как их поймать, и где увидеть. А также буду наперед иногда давать некие такие советы, когда будет по плану какое-то мероприятие. Я вам могу подсказать, куда и когда встать, чтобы увидеть королеву и королевскую семью. Пока на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok